Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас минус 17 и что-то снега нету, но ветер какой-то. У нас сегодня будет снегопад с вечера, где-то часов в 7 вечера. Вот так. Так что утром мне работы сколько угодно. Интересный комментарий. Я в прошлый раз говорил, что задержали каких-то лыжников в Беларуси, в лесу, да? Якобы они там с какими-то флагами, даже зонтиком красно-белым. И вот тут парень написал. Парень, я не знаю, под этим аккаунтом, то девушка, то парень, то девушка, то парень. Беларусы уже партизанят. О, хорошо. Так, и еще у меня тут комментарий был интересный. А, это Ира пишет. Особенный февраль 2021 года. 4 понедельника, 4 вторника, среды четверга и 4 воскресенья. Такое бывает через 832 года. Поздравляю всех с праздником. Сегодня встретение Господня. Ну, спасибо, Ира. Очень интересно вообще-то. Да, с первого начинается и 28-м кончается. Заканчивается. Ладно. Ну и новости какие? Лавров. Чего-чего? Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Москвой. Ха-ха-ха. Это Европа хочет порвать отношения. Ух ты. Так, и это кто такой еще? Не все мосты сожжены нашими дорогими партнерами. Это постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Да, не все еще мосты сожжены. Да ладно. Ой-ё. Так, в Бундестаде рассказали об охране Навального в Германии. Оказывается, в Германии Навального охраняли спецслужбы, и поскольку он был личным гостем канцлера Ангела Меркель. О как! Да, пациент во время лечения охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения и возле его палаты. Вот так. В Кремле заявили об отсутствии нарушений на акциях 14 февраля. Нарушители были, я вам в конце картинку покажу. Обязательно даже. Ахлобыстин заявил, что расстрелял бы Навального на месте Путина. Также он подчеркнул, что его устраивает действующая власть в лице президента Владимира Путина. Ну, это все, что вы хотели знать об Ахлобыстине. Я не помню, то ли он поет, то ли танцует. Ну, что-то какая-то личность. Шварценеггер. Я так еще вчера ждал. Ну, конечно, Шварценеггер отозвался о смерти Власова. Благодаря таким, как Власов, я отказываюсь говорить, что добился успеха только своими силами. То есть он имеет в виду, что Власов его заряжал. Власов его заряжал, да. Юрий Власов научил нас всех, что невозможно, это всего лишь слово. Он был первым, кто толкнул 200 килограмм. Он вдохновил меня, когда я встретил его в 61 году, будучи начинающим спортсменом. Вот так вот, ребята. Ну, это ожидалось, в общем, конечно. А еще Арнольд Шварценеггер назвал Юрия Власова великим атлетом и великим мыслителем. Ну, да, он умный дядечка в очках. Мы тогда удивлялись, в очках выступает спортсмен. В Пакистане заявили о желании запустить производство вакцины «Спутник В». Как можно запустить? Это как я вчера неприличный ролик видел на Твиттере. Ну, типа медсестра или на телефоне на скорой помощи общается, видимо, с больным. И вот она, значит, у него переспрашивает, ну, как бы сказать, «бнулся». Это, говорит, упал или сошел с ума? Ну, так. Мы поняли это слово, да? Я без первой буквы «ё» его произнес. И здесь тоже запустить производство вакцины на границе с Индией или Пакистаном. Полоса нейтральная. Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая. А почему не по 21 декабря? Какие-то проверочные работы у нас не было. У нас были контрольные. Так, обновленный внедорожный автобус «Урал-Берлага». Ой, нет, «Берлага» вышел в Российский рынок «Урал-Берлага». Ну, на автобусы мало похож. Скорее на автозак, ребята. Ну, такой, да. Ну, запускайте «Берлагу». Так, командир батальона народной милиции ДНР пострадал в результате теракта. Я вам об этом уже говорил, но машина крепкая попалась. Он с осколочными ранениями лежит в больнице. Насчёт дочки почему-то не говорят. Ну, в общем, ребят, тут, знаете, чё? Мне тут уже водолейка тоже намекнула. Тут совсем недавно трое украинских военных подорвались на мине. Возможно, это взаимосвязано. А может и нет. Не знаю. Не хочу нагнетать. Строительство «Северного потока-2» возобновили. Нужно писать «Задолбили», потому что вот это возобновление строительства «Северного потока» уже раз пять я слышал. И чё-то никак не достроил. 95% загрузилось и всё. А дальше нет интернета. Массовая авария в центре Москвы попала на видео ещё какая-то. Ой, я не буду смотреть. Я не люблю. Четыре автомобиля и такси столкнулись на Тверской улице в центре Москвы. На Тверской. Ой-ой. Ой-ой на Тверской. Один человек пострадал при обрушении лесов в центре Москвы. В Лубянском проезде старинная усадьба строительные леса рухнули на временный переход. Ох ты, ёлы-палые. Да. Я помню в Москве, когда... Ну, я в Подмосковье жил, в Москве часто бывал, работал там. Всё время какие-то вот... Какие-то вот эти вот строительные леса и переходы временные вот эти вот... Вечно какая-то ерунда. В ЕС назвали срок окончания массовой вакцинации. Привить всех желающих должны до конца лета 21-го года. Ух ты, как долго-то. У нас легче сейчас. Легче, ребята, точно вам говорю. Вылетевший из Москвы самолёт экстренно прервал полёт. Это что такое было? ЮТЕР. Вернулся в аэропорт вылета. Какой самолёт, не знаю. По-моему, сухой. Да, вот у него эти висят. Ну, хотя фотография-то может быть любая. Эти в смысле... Тьфу, чуть не сказал. Моторы, имею в виду. Моторы, моторы висят. Вот. Спустя 40 минут полёта экипаж сообщил, что самолёт не может подняться на высоту более 3-х километров, так как начинается разгерметизация. Вот это ничего, пельмень, да? Ну, вернулись, да. Так. Количество нового жилья в России упало до минимума. Ну, вот как-то отжить к себе, уехали домой, да? И всё. И уже нечего строить. Некому. Некому. В Госдуме назвали обещание при подъёме пенсионного возраста хамством. Ну, то есть обещали, что будут большие пенсии, когда поднимали пенсионный возраст. На самом деле ничего нет. И вот какая-то член Комитета Госдумы по бюджетам и налогам Вера Ганзя. И вот она говорит. Обещание старикам получите по тысяче рублей, по эти по Европам – это чиновничье хамство. Да, интересно. Также вот эта самая Ганзя, эта женщина, является одним из авторов законопроекта о защите россиян от хамства чиновников со штрафами до полумиллиона рублей, который так и не был принят. Ну, понятно, да. Так, россиян предупредили об аномальных морозах. Это чё, Тверская, Московская, Ярославская, Костромская на 7-12 градусов ниже нормы. А норм какая, 20? Ну, да, вот так. Парень похоронил девушку ради измен. Его интересно. Значит, парень жил у девушки, а девушка уехала куда-то отдыхать. И вот он, значит, водил туда любовниц, а в гостиной поставил погребальную урну. И вот всем своим девушкам говорил, что вот… Ну, они спрашивали, а почему так много фотографий на стенках, её фотографий? Он говорит, что вот она умерла, и вот её погребальная урна. О-о-о-о. Так, и главное в её же квартире. О, ребята, опять 25. В ночь на 15 февраля в Москве на козырьке подъезда были обнаружены тела 29-летнего мужчины и его дочери. Они выпали с 17-го этажа. Незадолго до происшествия в семье произошло ДТП, в котором погибла 38-летняя жена. А мужчина был с сотрясением в больнице, позже его отпустили домой. Какой кошмар. Какой кошмар. Сык ты в карка. Да, три дня не было отопления, а потом комнату залило кипятком. Ну, вот так, ребята. А в управляющей компании утверждают, что горожанка сама виновата в прорыве трубы. Ну, ёшкин свет, а. Ну, как… И главное, тут вот христалл, видимо, кипяток, и он весь сразу замёрз. Там холодно, наверное, в карте-то, да. И вот, ну, это ужасно что-то. И всё там испорчено мебель, и всё, что угодно. Ещё садик внизу. Роструд напомнил о трёхдневной рабочей неделе в феврале. Может, подумать, кто-то об этом забыл, да? Ха! Выпавший из окна больницы в Чите шестилетний мальчик по-прежнему находится в реанимации. Из больницы. Выпал из окна больницы с третьего этажа. Как это так может быть? Фух. В больницу Саратова доставлена беременная женщина с ножевым ранением живота. Я вам сейчас скажу, что там было, вы сами сейчас умрёте. Оказывается, она пояснила, гражданка пояснила, что сама ударила себя ножом в живот с целью произвести впечатление на мужа. Алкогольное опьянение. Вот теперь вы понимаете, почему я в Саратов не хочу даже съездить. Не хочу. У жителей Глазова замёрзли колонки. В Глазов тоже не поедут. Знаете, какие колонки? Вот эти вот. Ну, вода. Ну, с ведрами ходят на колонку. Да, замёрзли. Неправильно пользовались. Нужно большой струёй, тогда там что-то такой, какой-то клапан срабатывает. А маленькой струёй в бетончике нельзя, нужно большой. Правильно набирать воду в ведро, повесив его на гусак. Ну, это вот, гусак, да? Важно отжать шток до конца и набрать воды не менее 10 литров. 10 секунд работы колонки. Ну, в общем, как-то так. Так, выезжает машина с горячей водой, чтобы разморозить колонку. Шланг вставляется в колонку. Горячая вода заходит в ствол, размораживая его. М-да. 21 век. А, Глазов. А где хоть такой Глазов-то? Ну, где-то есть. Удмуртия, наверное. Да, Удмуртия, точно. Билл Гейтс инвестирует 2 миллиарда долларов в борьбу с изменением климата. Чё, у нас тепло сразу будет? Хорошо бы, да. Как он собирается с климатом бороться? Ну, мужик уже это. Уже поехал, он старый. Ну, примерно как я. Жители Бурятии обсуждают, стоит ли школьнице делать аборт. Девчонки 17 лет, заберемененем. В 17 зачем делать аборт? Больше никогда не родить. Ну, а мама говорит, что вот туда-сюда, как я её буду кормить? Ох ты, ёлы-палы. Женщины оштрафовали за то, что они обматерили друг друга в телефонном разговоре. Какой ты майминский район, республика Алтай. 21 декабря прошлого года женщины в ходе разговора по телефону высказали в адрес друг друга оскорбление, выраженное в неприличной форме. После этого каждый из них пожаловался на собеседников правоохранительной органы. По результатам рассмотрения административных дел правонарушителям назначено наказание в виде штрафа. Сумма штрафов не уточняется. Вот это да. Обеих, да? Они записывали, что ли? Матвей Гонопольский на эхе Москвы. Интересно. Я, говорит, всё понимаю. Короче, власть в истерике, я очень боюсь, что она может наделать каких-то ошибок. Причём ошибки могут быть трагические, они могут быть связаны просто с жертвами. Потому что, если помните, я в прошлый раз говорил и настаиваю, что Путин не занимается правоохранительными органами. Они сами по себе что вытворяют, правоохранительные органы с их начальством, которому, по всей видимости, дали указку мочить, выбить дурь. И как они будут дальше эту дурь выбивать? И что это из этого будет? И он интересно говорит, что Навальный как раз находится в наиболее прогнозируемой юридической плоскости. То есть, к расстрелу его не приговорят. Он может просто получить некий срок реальной тюрьмы, обусловленной законом. Я не согласен, Матвей. Не согласен. Ну, в тюрьме могут грохнуть и всё. Ну, дальше он пишет. А вот люди, которые сидят в Сахарове, которых бьют, это территория брошенной страны, это реальная опасность. Не знаю. Навального могут грохнуть в тюрьме в любой момент. Так, жизнь после хайпа. Почему соцсеть Клабхаус может провалиться после стремительного взлёта? Какая-то новая сеть Клабхаус. Помните, я вам говорил, что Илон Маск Путина туда приглашал? Оказывается, она, знаете, какая? Она аудиосеть. Аудиосоцсеть, где пользователи подписывают друг на друга и дискутируют в тематических комнатах. Да ну и к чёрту. Мне неинтересно. Совсем неинтересно. Секреты мастерства. Как легко и просто спасти пересолённые блюда. И вот я искал, искал, как я обычно делаю. Ну, здесь как-то странно. Добавить воды. Ну, а если так кастрюли наполнены? Промыть под водой. Чтобы уменьшить вкус соли в овощах, макаронах и крупах, их можно промыть под проточной водой, затем повторно залить и довести до кипения. Не знаю. А если уже доварил? Странно это. Добавить что-то кислое. Лимонная кислота, горчица или уксус могут исправить пересолёные блюда из мяса и рыбы. При этом важно не испортить еду ещё больше. Я вам никогда не рассказывал. Я однажды в деревне ещё давно, я врачом в деревне работал, я суп варил. Вот. И вместо соли бахнул туда соляную... Ой, солёную. Лимонную кислоту. Одинаковые какие-то оказались коробочки. И соляную... Тьфу, опять. Лимонную кислоту. Я в суп вместо соли. Вот. Я попробовал. Такой кислючий. Такой это ужасный. Я решил нейтрализовать кислоту с содой, как учили в школе. И сыпанул туда соду. У меня этот суп как-то... Фух! Вот так вот так. Фух! Таким вулканом. Так интересно. Так. Что тут ещё? Добавить что-то сладкое, добавить кислое, добавить жирное. Дополнить пресным гарниром, несолёным картофельным пюре или кашей. Слушайте, ребят, ну самое простое. Она бухнет туда картофельную. Одну. Большую. И она в себя всю соль впитает. И всё. Вот что придумала, да? Российский врач Губкина перечислил пять основных причин резкого набора веса. Ребят, я не ошибся. Вот написано. Российский врач Губкина перечислил. Ну ладно. Чё там такое? Эндокринолог высшей категории. Елена Губкина. Ну значит перечислила. А, недостаток сна нарушает обмен веществ и выработку гормонов. Бла-бла-бла. Во. В частности мозг, вот если вы не выспались, да, повышается аппетит. Потому что мозг пытается восстановить энергетические запасы через употребление большого количества калорий. Во как оно! Когда не доспишь, да, всегда есть хочется. Точно. Да, вот интересно. И дальше. Задержка жидкости в организме является причиной повышения массы тела. Ну, это ерунда. Наладить питьево. Это масса тела. Жир-то не. Это просто за счёт воды. Да. Выпил стакан воды. Как этот? Ой, подождите. Двое мальчишек взвешивались. Денистин рассказы, что ли. Вот. Он бутылочку лимонада выпил и как раз на пол тела стал тяжелее. Это ерунда. Ну-ка, что ещё? Исключить из рациона колбасу и чипсы. Ну, вон чего. Вон чего. Резко потолстеть можно из-за приёма стероидных гормонов, нейролептиков, антидепрессантов. Да, это правда всё. Чей Крым? Это уже Твиттер. Кому распродали царские дворцы и усадьбы в Крыму? Смотрите, большинство исторических зданий Крыма перешло в собственность бизнесменов, их родственников, бывших силовиков, госкорпораций и фондов. Всё распродали, да? Всё распродали, конечно. Учёные доказали, что у детей, которые живут в семье с собакой, иммунитет гораздо крепче. Они меньше болеют респираторными и другими инфекционными заболеваниями. Всё благодаря собачьим микробам они стимулируют защитные силы детского организма. Я о таком не слышал, но это очень интересно, это даже очень неплохо. Хорошо. Ну, вы же помните, какой сегодня день? Ровно восемь лет, как в Челябинской области, упал метеорит. Но это был отнюдь не первый космический обломок, долетевший до Южного Урала. И тут целая статья. Кто-то мне уже написал, у нас за огородом упал. Ну, хорошо, не в огород, да. Восемь лет. Уже восемь лет, а? Казалось бы, вчера. Во, запустили. Ракету-носитель «Союз-2.1А». Запустили. И, значит, там грузовой корабль и всё такое прочее. Мне тут одна пожаловалась, одна женщина говорит, да что ж такое? Там кушать хотят, да? Ну, космонавты русские-то кушать хотят. А они, значит, только на третьем витке, значит, это, ну, как это называется, сомкнутся, да, пришвартуются. Ну, ладно, ну, потерпи, три витка не так много. Так, вот и пришёл мой последний день в госпитале, меня уволили за акцию с фонариками. Какой-то санитар, парень-санитар в госпитале, сходил на акцию. Я работал в ковид-госпитале в Крылатском с месяца 20, декабря 20-го года. Успел поработать, два с половиной месяца работал санитаром. И уволили к чертям. О, вот интересно. Президент Киргизии перед визитом в РФ ушёл на самоизоляцию. И вот комментарий. Когда очень хочется попросить денег у человека, проживающего в бункере, приходится мириться с некоторыми жертвами. Вот как оно. И, ребята, у меня тут есть сегодня пару картинок. Значит, первая картинка называется «Мы здесь власть». Посмотрите. О, нормально, да? И вторая картинка называется «Быстрый способ уборки снега». Ой, я аж не могу. И там было подписано в Твиттере, что это… А сзади, чтобы отшлифовать, «Жигурда тащит Волочкову». Вот такие дела, ребята, у меня на сегодня всё. Пока. С вами доктор Влад. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!